Четыре автомобиля Lada Granta, Nissan, Toyota Corolla и Deun Exia пострадали в результате падения дерева в одном из дворов на улице Короленко. Жители дома даже не удивились. Они давно ждали чего-то подобного. Еще год назад писали письма коммунальщикам с просьбами, чтобы его спилили. Но реакции не последовало. И порыва ветра хватило, чтобы ствол подломился, подмяв под себя машины. Рамиль Шайдулин узнал, что теперь собираются предпринимать их владельцы. Год назад, когда одна половина дерева упала, мы им позвонили. Тут еще на провода. Мы им позвонили, они ничего не делали. Жители дома рассказали, что уже давно ожидали падения дерева. Говорят, примерно год назад обращались в управляющую компанию, чтобы его спилили. Однако никаких действий так и не последовало. Ствол тем временем продолжал подгнивать и не выдержал очередного порыва ветра. Во дворе дома Короленко 67А это дерево упало на четыре автомобиля. Deun Exia, Toyota Corolla, Nissan и Lada Granta. Домой пошел, помылся, выхожу, дерево лежит, сигнализация сработала. Вот все. Ильдар Мукарямов, владелец Lada Granta, говорит, удивляться-то особо и не стал. Рассказал, что такие случаи в этом дворе уже были. Ну, лет 10 назад тут окушку здесь прижало. Найти парковочное место во дворе очень непросто. Вот, говорит, и приходится оставлять машину на свой страх и риск. Там, где есть возможность встать. То есть под деревом, вот, говорит, и результат. Ну, здесь заднее лобовое стекло. Спойлер, бампер, ну, многочисленный, не знаю, вон, это дверь тяжело открывать. Сильнее всех досталась Toyota Corolla. У автомобиля практически полностью смята крыша. Lada Granta и Nissan получили чуть меньшие повреждения. Владелец Deo Nexia же вовсе не собирается требовать возмещения ущерба. Говорит, слишком сложно это, да и машина не сильно пострадала. А вот владельцам остальных автомобилей сейчас предстоит не совсем радостное разбирательство. Я не буду возмещать ущерба. Они знают, как будут или нет. Они будут проразиться, скажут, что это не наше. Городный вход, может быть. Сейчас владельцам автомобилей предстоит выяснить, какая организация отвечает за зеленые насаждения в этом месте. И уже с нее требовать возмещения ущерба, вероятнее всего, через суд. Рамиль Шайдулин, Офиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.